Ранее выявление заболевания и их факторов риска называется скринингом. Скрининги проводятся врачами периодически с помощью специальных тестов или диагностических исследований. В рамках программы развития онкологической помощи по всей стране проводятся скрининги на шесть видов онкологических заболеваний. Эти заболевания раковые самые распространенные и которые влияют на смертность населения. Это такие скрининги, как рак на раннее выявление рака молочной железы, рака шейки матки, рак желудка и пищевода, рак кишечника, печени и рак легкого. Вот такие шесть видов скрининга у нас проводятся по республике. Все скрининги проводятся в принципе одинаково. Медицинская сестра по прикреплению гражданина или пациента по целевым группам. Есть специальный по каждому виду рак целевой группой. Об этом я вам расскажу. Он приглашает поликлинику пройти какие-то диагностические исследования. А если это поликлинике не делается, какие-то виды исследований на ту организацию, где есть договоренность поликлиники с той больницей, клиникой или большим диагностическим центром. С помощью скрининга за последние годы выросла заболеваемость раковыми заболеваниями. По всем видам, которые проводятся, скрининг молочной железы, шейки матки, колоректальный рак, потому что выявляемость улучшилась. Если по раку молочной железы, например, до проведения скрининга в 2007 году всего около 3000 было в год выявлено случаев, а сегодня, когда идет массовый скрининг, эти случаи уже насчитываются более 4000 за год, за прошлый год. Точно так же и по колоректальному раку увеличение выявляемости наблюдается, а также наблюдается выявление на ранних стадиях. Если раньше до скринингов мы выявляли на ранних стадиях до 60%, сегодня по тем нозологиям, которые идет скрининг, выявляемость ранее на первой-второй стадии уже более 75%. Это очень большой показатель, потому что в ранних стадиях от рака можно вылечиться. Своевременное лечение, люди выздоравливают, трудоспособность сохраняется. Поэтому эти же скрининги, самое главное, направлены на выявление ранних стадиях этих заболеваний. Продолжение следует...